И всем привет, риповички, канал Амрелота Эльченко Порядет, на связи Вескер, у вас сегодня среда, а мы продолжаем с вами вещать привеком из Пай-Тити. В прошлый раз мы с нами тут получали такую вот хридовую тунику. Я обязан вообще ее носить, я не хочу ее носить. О, здрасте, дневник. 29 ноября 1603 года. После обеда Лопес покинул город. Я пошел за ним, опасаясь, что он не вернется. Я нашел его на берегу реки, он молился. Я не хотел мешать ему и потому стал ждать. Его общение с Богом должно быть длилось всю ночь. Но, к сожалению, я заснул, поскольку внезапно обнаружил, что Лопес стоит надо мной и безмятежно улыбается. Утреннее солнце за его спиной сияло словно нимб. Он помог мне подняться на ноги и крепко обнял меня. Труэллос, я знаю, где артефакт, шепнул он мне на ухо. Какой это артефакт? Вот тут у меня сейчас очень заинтересовало. Когда они заговорили о религии, у меня внимание рассеялось. А когда заговорили о сокровище, оно снова активизировалось. Как медитация сейчас сработала. Я активно сейчас занимаюсь медитацией. Это позволяет контролировать мне в сознании. Особенно, когда реально тут... Это реально необходимо. Ладно, пусть пока там и он общается с новым другом. А где Эбби? Куда она подевалась? Хотя я уверен, что она местная. Ладно, идемте. Я... не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. То есть, у вас тут матриархат? Эдси. Я жду от тебя донесения. Да, мам. Сегодня... Да. А вы у нас? Добрый день. Нет места. Ничего не могу. Могу взять. Давай еще. Я не понимаю их язык, но мне очень интересно. Я думаю, нам дадут поизучать. Нас уже дают посможность их грабить. О, а этот вообще прощения дал обесвить. Мне уже нравится их местный колорит. Никакой стадовы. То, что нужно. Так, они наверх пошли. А я сейчас сначала к колонне подойду. Это колонне. Речь о месте неподалеку. Одинокий страж охраняет меня и свой урожай. Одинокий страж охраняет меня и свой урожай. О, нам получается туда, да? У них тут есть собственное сокровище. Кажется, сокровище перед ними. Они не хотели поднимать, а не молиться. Это не навсегда. И глядишь, что это то увидит. Ну, я понимаю, ферберы, собственно, только культуру и так далее. Чего бы никто. Так. Одинокий страж. Я в зоне? Да, я в зоне. Давайте смотреть. Начнем отсюда. Вы одинокий страж? Не похоже, вы не один. Мауау Нахтан. Иона? Отсюда потрясающий вид. Тайный город где-то рядом. Лара, я прорвался. Я вхожу в пещеру. Иона? Черт. Спасибо, лама. Прекрасно. Лама нам помощник. Лама нам союзник. Тут еще... Так, тут столько всего есть. Так, идемте сначала все соберем. Тут слишком много всего дается. Да, я помню, что здесь есть еще сокровище. Будем его искать. Да? Извините. Не заметила, слишком мало оказались. У меня нет столько места. Здесь реально очень красиво. Полноценный город. Удивительно, как эта империя все еще уцелела и выжила. О, там еще что-то есть. Вижу, вижу, вижу. Иду, иду, иду. Сейчас докопаем. Ну, а тут я навратили найду рюкзак исследователя. Что печально. Стоп. Что? А, он подо мной. Вот не люблю я эти недосказанности. Давай, спускайся. Нет места. Так, это он мне так, Максим. А тут есть проход, давай. Иона подождет. Он знает. О, Иисус. В этом испанском документе приведена одна из множества историй о Бальдорадо. Когда первые корабли испанцев вернулись домой с трюмами, набитыми золотом, новость об этом распространилась со скоростью лесного пожара. И истории, которые рассказывали о несметных сокровищах, постепенно становились все более фантастическими. Благодаря слухам о золотом городе, в новый свет отправилось бесчисленное множество экспедиций. И тут же рюкзак исследователя. Я ожидал, что его здесь вообще не будет. А теперь у нас есть секретики, и это хорошо. Посмотрите, сколько тут всего. О, о. Покой мертвых. Тайный город. Ограбить несколько кусочков светлого. Ну, тут есть чем позаниматься. Тут и артефакты есть. В общем, побегаем, поизучаем. Ах ты, черт! Так. А они не будут возражать, что я тут как-то и вообще в любые тайны. Там что-то другое. А, тут несколько проходов, несколько заходов. Прекрасно, а вопросов нет. Ну, это там. Бросота. Мне либо вверх, либо вниз. Либо вниз, либо... Дверь вверх. Долбузевайте. Дораза. Внизу полно вкусняшек. Но они мне не доступны. Потому что у меня это так полно всего. Черт! Здесь оставаться нельзя. Так. Вот. Сначала пособираем все. В конце концов, мы только-только приехали. Надо поизучать местность. Давай, давай, спокойно. Не подойми тут. Молодец. Молодец. Так. Они такие сейчас смотрят. Мы точно правильно сделали, что не Сионы пошли, а ее отпустили. Они, наверное, так и думают. Я в этом уверен, что это все. Сто процентов. Я не могу даже ничего куломать, как это стало. Ну, она шла бы куда-то. Сейчас рухнет. Во время ожесточенного боя, человек, в жилах которого текло два вида крови, бросил на землю оружие и, произнеся пламенную речь, убедил остальных воинов сделать то же самое. Они пошли за ним с поля боя в город, и там обезглавили нескольких торговцев, чья вражда и привела к войне. Ай, первое правило бедных людей. Во всем виноваты торгаши. Без обид. Но это не так, конечно. Так, а я смогу как-то туда пробраться? Нет. Я сюда могу залезть, но ничего больше делать не могу. Походу, здесь будет какая-то, видимо, дверка, с которой я смогу в этом будущем пробраться. Я так понимаю, да? Да. Там словно механизм. Я сейчас могу сломать его только по ту сторону. Там находится вход на это плато, но добраться туда я не могу. Это снизу находится. Этот ближе. Давайте за тайникон сбегаем. Что ж. Этот пещерка есть. Это мне нравится. Золото всегда в цене. У меня максимальный запас. Так, это плохо. Нет, это хорошо, что у меня золота полно. Но это плохо, потому что я не могу реализовать запасы. Может, есть торговец, с которым я могу торговать. Ну, а что? Отлично. Согласен, если они решили меня убрать, то хотя бы торговлю будет продолжать работать. Они же наверняка думают, как избавиться от Лары. Так, ты говорила. Нет места. Ничего не могу взять. Все ты можешь. Давай, забирай их ресурсы. Сразу дают, чего бы нет. Интересно, они говорят на английском языке. Было бы забавным, если бы, да. Будь осторожна. Мы нашли волчье логово неподалеку. Но, возможно, ты здесь именно поэтому. О чем ты? Боги послали одного чужака выследить другого. Очень разумно. Удачи на охоте. Спасибо, как бы я и так понял еще со времен Китишграда, что это волчье логово. Потом бы я не стал туда залезать. Ну, спасибо, что предупредили. А потом обязательно проверим. Нереально. Больше я не унесу. Так. Ну, я пока изучаю местность. Да, все. Мы можем теперь выходить. Нет смысла идти туда, пока сейчас. Я чисто хотел убедиться, что это выход. Причем... Заметьте, как они в наглусе сделали. Замотали все грязью. А почему? Потому что прогрузка. Причем еще не блог, кстати, сделали. Это как бы с одной стороны и защита. Ну, никто пройти не может сразу. И оборона. Добрый день. Помочь чем-нибудь вам выращивать маис? Вот тебе совет. Держись лучше подальше от джунглей. Там обитает нечто опасное. Я никогда не подхожу ближе. И при этом все равно стараюсь не поворачиваться спиной к джунглям надолго. Ты понимаешь, что ты ими окружен? Вокруг тебя. Глебаные джунгли со всех сторон. Ты хочешь не хочешь к ним спиной поворачиваешься. Странный мужик. Нет, вообще он прав. К лесу не поворачивайся. А вы что скажете? Ты веришь, что один момент может определить самые важные события в жизни? Да. Я верю. Взгляни, что происходит сейчас. Если бы в то голодное время Амару и Сайри не повздорили, и если бы Сайри не настоял, несмотря на мнение Амару, что именно он должен отправиться в опасные земли на охоту, может, сейчас все было бы по-другому. Понимаешь? Амару чувствовал себя виновным в смерти брата. В ночь, когда тело Сайри принесло из джунглей, он был вне себя от горя. Я думаю, это был тот самый момент. Это сломило Амару. После этого он стал полностью контролировать жизнь в Пайтите. Он хотел защитить нас, потому что не смог защитить Сайри. Да нет, это уже фигня. Нет, я не спорю с тем фактом, что существуют такие моменты, когда конкретное событие реально может повлиять на вашу жизнь. Реально, такие события есть, они существуют. Это бесспорно. Один раз я поймал дома рыбу в колодце. Папа говорит, это потому что под некоторыми домами есть тоннели с водой. Смешного, да? Нет места. Нет места. Ничего не могу сделать. По факту реально так. Это способы эвакуации, в каком-то смысле даже. Так что нет, нормально. Вообще разговоры с местными очень даже интересны. Так, давайте сюда переплывуха. Тут, по-моему, можно забраться. Тут целое поле. Не понимаю, кукуруза у них растет или что? А, кукуруза. О, у тебя я искал. Традиционный ножной клуб, который до сих пор используют жители Ант. Даже за пределами Пайтити. Иногда проще, значит лучше. Ну, правильно. Зачем изобретать что-то новое, если есть хорошо рабочие старые? Тем более в горах это реально удобнее, чем с трактором. Бегать и работать. Это реально удобнее. Так, где? Новые методы ведения сельского хозяйства, которые применила секта Кукулькана, привели лишь к гибели урожая. Сначала погибли пчелы. Затем погиб урожай какао. Земля слишком пострадала, сейчас на ней может расти только маис. И даже у него чахлые стебли. Мы должны что-то сделать, иначе Пайтити ждет страшный голод. Ну, выращивают маис, я так и понял. Ну нет, реально, я кукурузу в своей жизни на стебле ни разу не видел. Ну, в общем, напоминал маис. Я говорил в самом начале, если я какой-нибудь понял, пересушите. Так, никуда, не дальше. Ну, что-то висит, хочу посмотреть. Еще не висит. О, привет. Заказчик задания. Заказчик задания. Давай еще. Заслужила, заслужила. Давай, давай, давай. Скажи что-нибудь. Давай, скажи, ты? Ты у нас звезда интернета. Так, ладно. Давайте теперь сюда, а потом будем искать сокровища. Стоище. Правда же, это он взял. Хватит, Закин. Потерял кубики? Ладно. Только не надо врать. Я могу его видеть, а никто другой не может. Кто? Все в порядке? Нет. Писка мертвец забрал мои кубики, и мне никто не верит. Но это он их взял. Мертвец забрал кубики? Ты их точно не потерял? Ох, но ты ничем не лучше их. Я только уточняю. Прости, ты прав. Давай так. Я буду смотреть очень внимательно, и если увижу Писка, попрошу его вернуть кубики. Правда? Ты мне веришь? Мне уже приходилось общаться с мертвыми. Ага, целым городом мертвецов, столько говоря. Так. Можешь что-то рассказать по поводу руки? Это Писка, все мои кубики. Вчера пришлось убить последнего мула. Надеюсь, ты их найдешь. Он сломал ногу. Ужасная жалость. Итак, у нас есть задание по поиску кубиков, украденных с трупом мертвеца. О, как жаль, что отец продолжил до этого дня. Я, конечно, сомневаюсь, что... О, штормовые стражи, либо... О, здрасте. А, я веду. Добрый день, я хорошая. Нет места. Ничего не могу взять. А у вас есть торговец? Я хотел бы много чего продать. Мне реально этого не хватает. А, тут же на рынке, скорее всего. Ты, конечно же, здесь подо мной, да? О, кстати, тут напоминает Акведук. Жалко, что я не знаю... Нет, ничего не могу взять. Жалко, что я не знаю язык ничего. А это они мои сушат. Ладно, идемте, сейчас посмотрим по этому заданию, спецзаданию. Так, одинокий страж охраняет меня и свой урожай. Ну, идемте к одинокому стражу, который охраняет его и его урожай. О, здрасте, а вы у нас что? Нет места. Ничего не могу взять. Мне как бы вон туда, наверное, и надо, да? По главной дороге. Идемте сюда. Одинокий страж. Нет, нет, ничего не могу взять. Охранять меня и мой урожай. Что же это может быть? Так, я у границы зон поиска. Давайте осматриваем аккуратненько все. А, вот он. Это, наверное, и есть он, да? А, вот он. Дайте угадаю, кубики? Открыты таймон аналит. И следует, чтобы найти их тайм. Так, а как мне задание здесь посмотреть? Вот мне интересно. Найдите кубики. А, тут, кстати, есть пометка. Найдите кубики. Найдите писка мертвеца. Прыжки в воду. Трамплины один из четырех. В общем, трамплины, как в Китежграде. Полет кондора. Соберите перья. Три, два из трех. Покой мертвых. Ну, это расхитили гробницы. Голоса мертвых. Деревня косубели. Разбить свитки смерти. Жалко, что я туда отправиться не могу. Или могу? Технически там же есть же, наверное, кострички. Могу туда сейчас отправиться? В теории. Ну, вроде там глубоко. Да, оно там есть. Может, туда потом отправимся. Хочу выполнить задание. Так, ладно, идем сейчас. Так, что из них дальше? Это... Это ближе. Могу, в принципе, зайти сюда. Там артек парк. Пусть человеки сошьет нам рубахи из тончайшей шерсти. Когда мы окажемся в ином мире. Да, 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 да. Ля калюха. Я не знаю, что в каком... Нет, они говорят на кетчу. Диалект очень похож. Но я не знаю составляющей. Поэтому не смогу перевести. Нереально. Больше я не унесу. Ладно, Лара. Все можно унести. Есть постараться. Мама говорит, если я буду играть в пещере, я расстрою духа водопада. Она просто думает, там слишком опасно. Забавно, что я не вижу, чтобы эти парни общались с девчонками. О! Это кетчуанский уже. Он рожден в голод, вырос во время восстания. Он сирота, но никогда не бывает один. Он восходит словно солнце. Отлично. Теперь мы можем читать вот тот монолит. Да? Где он? Нет, недоступен. Подождите. Давайте я на всех случаях сбегу посмотрю. Берегись, подруга Унурату. Воины Ягуара. Да-да-да-да-да-да. Воины Ягуара. Везде там ягуарят. Прямо их боимся. Ладно, давайте узнаем, о какой языке. Раз это не кетчу, я хочу понимать, что это за язык у них. Продвинутый мамский. Не могу понять, что это значит. Я вижу только что-то про нефрит. Ничего. Найдем, узнаем. Главное для начала. Это что-то вроде по Нигерико тем, кто здесь похоронен. Так, тут закрыто. Меня смущает, что здесь есть... Свиток в пещере. Вот видите, вот здесь вот. Он вот с нами сейчас чуть ли не на одном уровне находится. Может тут есть какой-то, может тут есть какая-то тайная пещера, которую они не наблюдают, чисто она есть. Нет, ну а мало ли, все же может быть. Мы только с вами сейчас 26 минут бегаем, изучаем это место. На рынок мы сейчас сегодня тоже сходим. Это бесполно. Так, а это внизу. Может там сверху какой-то проход будет. Давайте посмотрим. Реально хочется посмотреть, что это за документ. Он находится внизу, но я не знаю, как до него добраться. О, тут... А, тут целый проход есть. Я не обращал внимания. Слушай, давайте тогда я сюда вот так пройду. Тут артефакт. Тут прямо поля по выращиванию Маиса. Это тоже как рис. Такая, скажем, сообразная, очень любящая водокультура. Так, а тебе? Нужен улучшенный нож. Ладно. Нет, вместо. Ничего не могу взять. Теперь мне нужен улучшенный нож. Мне нужен какой-то шумер. Мне нужен какой-то улучшенный нож. Ну нет, с одной стороны я согласен по поводу ножа. Я в самом начале жалился, что она хочет с каким-то обрезком. Не спорить с тем фактом. Но все остальное так-то, ребят. Таких керамических сосудах хранили кукурузное пиво, чичу. Дно этих сосудов, урпу, обычно заостренное, чтобы облегчить переливание в небольшие емкости, в которых подают напиток. А еще они его намеренно сжевали и сплевывали туда, делая процесс ферментации. Не благодарить. Если я испортил, вам аппетит. Все-таки вы смотрите это обычно в обед. Ну, или в обед. Не пойму, что это за диалект. Так, а что это за... Я не понимаю. Много общего с креольским. Ну, вот все шифровать. Потому что это монолит, нужно повысить... Это царь-царица Миктлана. Главного подземного мира в мифологии астек. Где нужен Миктлан? Миктлан Тикутли был главным из богов, имевших отношение к смерти. Так, а это закрыто, да? Его часто изображали в виде скелета с глазами глазницы. Или что? Он заботился о душах умерших. Ну, вроде какая-то головоломка должна быть. Миктли, как у Атали, руководила праздниками в честь усовших. Она огонь применять не может. На смену которым пришел современный День Мертвых. Ладно, поехали вниз. А, подожди. Больше ничего нету? Только артефакт. И... А тут сбоку тоже есть. О, здрасте. Пластмассовый пингвин. О, боже. Это же пингвин для украшения лужа. Его раскрасили, на него повесили украшение и поставили в месте поклонения. Я не должна над этим смеяться, но это так нелепо. Местные не могут знать, какое животное он символизирует. Им совершенно точно не знаком материал, из которого сделана эта статуя. Пойти те пластмассы нет. Мне хотелось бы поговорить с тем, кто это сделал, и узнать зачем. А также, за кого эти люди принимают пингвины. Ларри, не надо вот что-что. А в данном случае, учитывая, что они из него сделали, я могу сказать только одну вещь. Они хотят сделать его новым богом. Пингвин Куачуальпа. Великое божество, пройдите. Оно свергло всех бывших богов и захватило власть. Это опасное создание, владающее безграничной мудростью и пингвином костюмом. Да, я пытаюсь подумать что-то интересное. Что тут мне хотите, ребят. На этом я отдам частью то, что мне нравится. Когда я вот вижу, что в подобной ряда хочется что-то вот придумывать. Почему бы нет? Ничего нет. Должно было быть. Ладно, тут поизучали. Идемте тогда в... Сколько мы сейчас с вами? Тридцать одну минуту? Может тогда давайте сейчас прежде чем идти дальше по сюжету. И он там подождет. Там какая-то подземная пещера. Давайте мы сейчас сходим сюда. Во-первых, заберем артефакт. А во-вторых, спустимся в местный склеп. Почему бы и нет? Здорово, здорово, весело, весело, вкусно, вкусно. Привет, лаба. О, здрасте, с вами можно поговорить? С вами не говорил. Ну и молодежь пошла, честное слово. Дети скачут по горам, как настоящие козы. Это жутко меня пугает. Надеюсь, что ты из этого дикого возраста уже вышла. А вот то, что я искала. Боюсь, что не совсем. Конечно, не совсем. Но у тебя все впереди. Как и у этих детей. Они устанут от своих игр. Рано или поздно. Спасибо, нам подсказали, где склепчик находится. А по поводу этой барыши, я бы ей сказал бы, дамочка, вы к сабе тоже не ахти, какая козочка была в этом возрасте. Чем осуждать-то. Погодите, пока молодежь. Пусть прыгают. Да, я понимаю, я не сплюсь тем факту, что это смертельно опасно для жизни. Но это же не отменяет тот факт, что они в конечном итоге как бы это им и надо. Чтобы адреналин, веселье, наслаждение. Это же им надо. Укрепленный нож. Где этот нож ему креплен? Нереально. Ладно, я очень реально. Больше я не унесу. Так, мне как бы тут... А тут есть какой-нибудь проход в интернете? А, нет, это мне надо по-любому случаю вот через эту задницу идти, да? Так. Стоп, что? О, здрасте. 30 ноября 1603 года. Взяв с собой туземцы проводника, Лопес, я и солдаты покинули город еще до зари. И очень вовремя. Ведь в городе начался страшный морг. Лопес убежден, что артефакт находится не в городе, а за его пределами. Я спросил, не лицемерен ли это, пользоваться помощью этих отвратительных людей? Они не так уж отвратительны, ответил он. Не более, чем эти молосы. Все они создания Господа нашего, как и мы. Я сказал, что совсем не ожидал услышать от него такие слова. Но он взял меня за руки, и мы стали молиться. Сила его веры передалась мне, и я почувствовал, как о какого сомнения пали с моего сердца. Вот знаете, я ненавижу любую религию, в принципе, но в данном случае, хоть кто-то хоть чуть-чуть дочитал собственную книгу, которая молится. Отчасти он все-таки правильно выразился, что все мы одни и те же люди. Ну, конечно, только вы себя на той планете, созданной с точки зрения вашей сказки, всем верховным существом. Логично же, правильное утверждение. Тут еще один рюкзак следователя. Так, что я упустил? Показывай мне. Один прям подо мной. Все остальное вроде... Опа! Этого там не было. В общем, мне надо выискивать все эти точки. Будем выискивать тогда, собирать все потихонечку. Ну, я обязан носить все это дело, реально. Мне не... Мне сейчас могут сказать, да тут мне костюмы. А мне не нравится вообще ни один из этих вот устарелых костюмов. Я не хочу их носить. Вот знаете, тут тот самый ситуация, когда я реально не хочу носить эти костюмы. Вообще, абсолютно. Мне они не интересны. Давай, опускайся ниже. Там еще... Календарь-переводчик. Давай посмотрим. Аккуратно. Это мама. Большегрудая женщина в юбке из змей. Это Куатликуэ. Ее имя в буквальном смысле означает «юбка из змей». Кроме того, ее зовут Тетейоин, мать богов. Она родила луну и звезды, и у нее было более 400 детей. В том числе бог солнца и войны Уитцела Почтли. Правда, она не только мать, но и пожиратель всего живого. Говорят, что ее саму принесли в жертву для того, чтобы началась данная эпоха сотворения. Меня, значит, чем больше удивило, что они точностью угадали с количеством яйцеклеток у женщины. Интересно. Ее катакский язык. Раньше мы с Эцли все время играли вместе. Но в последнее время я совсем его не вижу. Думаю, понятно почему. Он сейчас очень занят, делает важные дела ради всех нас. Но я по нему скучаю. Он дальше всех бросал камни в реку. Заметьте, как малого раньше нужно было для того, чтобы убедить девочку. Добравишь, он бросал все камни дальше всех. И все, больше ничего не нужно было. А сейчас деньги, бесполезная машина и так далее. Да, если это не грузовой транспорт, это бесполезная хрень. Как хорошо, что я крокодила подкачал. Нет места. Ничего не могу взять. О, сколько всего валяется. Так, сплавила. Сначала пособираемся. Так, а чертой сундучок, как тебе заплыть? Без памяти. Но ты как-то заплывай. У тебя как-то заплывай. А-а. Да? Ну это я, конечно, заберу, но не здесь. Тут только пристань. Я в любом случае его не открою. Я понимаю это. Но мне нужно хотя бы его помнить. Кто здесь? Может, видите, его тут нет. А если я к нему как-то пристроюсь, может, я смогу его открыть? Может, не сейчас, а потом. Когда тут... Может, лодка когда-то плывет? Наверное, когда лодка плывет. Не иначе. Не раньше, не позже. Ладно, идем. Да-да-да-да-да-да, я древнее зло. Не бойся. Так. Я знаю, тебе больно, но... Тут где-то была статуя. Ага, вот она, куда-то мной. Где больно? Так, это Кричанская. Здесь изображена история Веракочи, отца всего мира. В ней рассказывается о том, как он создал небо, землю, солнце и звезды, луну, само время и других живых существ, в том числе богов. Спасибо. Поначалу Веракочи был главным богом инков, но позднее этот титул перешел к его сыну Инти, богу солнца. И все же Веракочи сохранил свою связь с морем. Его имя в буквальном смысле означает морской жир, то есть морскую пену. Ну вот, это реально интересная история. Так, а где у нас склеп? А, это фреска была. Зачем ты явилась? Они очень похожи, их собственно. Я исследователь Лара Крофт. Они вернутся. Нужно уходить. Взять ее. О, Угр даже плывет. Или прям... Только он не атакует. А я тут говорила про пещеру, тут есть пещера. Ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но к счастью, тут... Говорили за водопад пещеры. Тут два водопада. Оба закрыты. Может, если... А где еще тут есть водопад? Ну, вот тут, наверное. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а... Не вас. Такая мутная вода. И не все это. Вроде горда река. А мне не мучий. Кошмар. Зачем им нужен ваш себе? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. Кстати, в принципе, я тут могу сейчас вот тут пройти. Забрать здесь. Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. В принципе, ничего не мешает. Давайте. Забрать все можем, да? Так. Сейчас найдем вот эти кубики. А что нет-то? Вызвались. Давайте выполнять. Сектанты его не забрали. Они опасны. Я не матучик хильбашку. Че? Да, спасибо. Соп. Убили мы его. Тут же было еще боковое утверждение, да? Вот такое. А в таких местах всегда есть что-то есть. Я покажу вам кое-что. О-о-о. Здрасте. Когда после долгой засухи начались дожди, крысы вышли из нор в поисках еды. С ними пришли паразиты и разнесли заразу. Ты сейчас здесь. У заболевших шла кровь из ушей и носа. Они погибали в страшных мучениях. Умерших было так много, что некогда людные города совершенно опустили. Так, это уже больше напоминает ситуацию с Пандусси и Корла Афтана. Насуты монолеты. Знаем, рейнгеректов повышенные. Спасибо. Нереально. Больше я не унесу. Нет, это реально очень напоминает теперь ситуацию с Красивой Чумой в Безонарде. Вроде бы все одинаковое в каждой игре. Но при этом все по-разному. Но все равно одинаковое по ощущениям. Ведите его. Жир возьмем. Я его все время подумал. Мне надо продавать. Ты знаешь его? Он мой лучший. Гляди же, золото получим. Может, интересное найдем. В порядке. Кто еще тебя ищет? Ишик, а на твоей родине дети уважают старших? Это часть взросления? Думаю, у нас добавляет границы. Да? Они в опасности? Нет. Стражи им грозятся. Но в детстве ведь они и сами бросались камнями. А ему будет плохо. Стоп. Они в стражи бросались камнями. Я не припомню, что... Это я заберу, спасибо. Нет места. Ничего не могу взять. Слушайте, я прокачиваюсь куда быстрее, чем думал. Снаряжения нет. А тут мило. Тихо. Внутрь пока идти не будем. Потому что полагаю, что это какая-нибудь грабница. Если я сюда пойду, мне, скорее всего, заполят. Мне сказали, что я могу изучить место. Я изучаю место. Это потрясающе. Но держусь подальше от точки соприкосновения. Не. Меня приседает. Нет места. Ничего не могу взять. Так. Могут попасть. Лара. Тут тебе только залезть и все. Может, есть какой-то альтернативный проход? Ну да, есть. Если хочешь, освободиться. Вон там Кондоровская. Мне нужно туда залезть. Разве что только по крышам тут бегать. Мы стараемся не выделяться. Прейгать. Я бы и сам пошел. Но здесь же самое нормальное вариант. За то, чтобы залезть. Для вождя у Нуранова мятежно. Может, есть альтернативный проход? Стоя может поговорить? Да, хачмэлэнэч. Я не знаю, что это значит, но что-то приятное имею в виду. Так, а это местная школа. Неплохо. Так, отлично. Уже ближе. Так. О, здрасте. Решила сбежать от городской суеты. Клянусь, с каждым днем шума и народу становится все больше. Город меняется. И люди тоже. Они хотят все больше и больше. Неважно чего. Еды, одежды, украшений. Постоянно высматривают, как живут соседи. И постоянно завидуют им. Больше никто не довольствуется тем, что имеет. Это уже слишком. Иногда я мечтаю отсюда сбежать. Просто забраться в одну из этих лодок и уплыть по реке. Я бы так и сделала, но кроме этого места я ведь ничего не видела. Сложно на такое решиться. Наверное, нужно над этим еще подумать. Спасибо, что выслушала. У меня на сердце полегчало. Да не переживай, я сам в таком положении, в каком-то смысле этого слова. Ее понять можно. Спокойно, я жив, я здоров. Не переживайте, детишки. О, там костер, что ли? Наконец-то. Согласна с таком-то одежде. Такого я и представить не могла. Я ожидала увидеть что-то древнее. Артефакты, гробницы. Я просто не подумала о людях. Я так зациклилась на этих загадках, что ни на что не обращала внимания. Не хотела вмешиваться. Но здесь Тринити. Все? Прекрасно. А тут, кстати, все, кто уже организовали. Респектом за это. Быстро работает. Так, вот это надо будет прокачивать. Но у меня пока мало ресурсов. Так, что-то еще у нас есть. Граната убивает ближайших врагов. Внутри очка надо. Мародер. Делайте из тел врагов ловушки-приманки. Они привлекают и после активации убивают ближайших противников шрапнелью. Полезная штука, особенно после от Тринити. Но я хочу делать все по-тихому. Поэтому такое мне лучше не подойдет. Сигнальные ракеты, а значит поджиг. Ладно, давайте пока еще пособираем. Что у нас тут есть? Я хочу прокачать сначала лук стрелы. Унурату прошла сквозь толпу к трону, но не села на него. Почему мы продолжаем верить в эту ложь? Спросила она у народа. Городом правит Кукулькан, и я больше не буду улыбаться и делать вид, что это не так. Я не буду его марионеткой. Стражники заставили ее замолчать и прогнали. Затем они достали оружие и пошли на толпу, чтобы рассеять ее. Кто-то пошел против местной власти, да? Ну, это неудивительно. Стандартное явление. Так, подожди, тут есть проход наверх? Вроде нет. Видимо, вот тут. Нет, пещерки тоже нет. Ладно, возможно, тут есть какой-то проход, но я его не вижу. Ну и хорошо. Не вижу, значит, все нормально. Так и должно быть. Как мне только до этой вороде и зараза добраться раньше времени, я не знаю. Мне надо туда как-то залезть. Но меня не допускают. Да ладно! Ты могла сейчас зацепиться. Это сейчас был рабочий процесс. Так. Так, отлично. О, есть идейка. Так, какой-то послушонок. Это сработает. Сколько мы уже? 50 минут записываем, да? Я все равно допрыгну. Чего ты грузишься-то? Были уже в этом месте? Так. Ага, я же сказал, сработает. Идеально. Прошли. Забры. Получили, что хотели. 51 минуту, в принципе, здесь проводились. Ладно. Давайте, все-таки уже 51 минута. Давайте, наверное, с вами сегодня закончим, ребят. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто пишет комментарии. Лайки, комментарии. Подписываемся на канал. Дискорд, ВКД, Арт, Телеграм. Ссылочки все в описании. Плейлист в описании. Внизу вот здесь будет подписочка. А вот тут и тут сбоку будут наши эпизоды по прохождению Shadow Tomb Raider, ребят. Смотрим, наслаждаемся, веселимся. И удачи. А, да. И пока вот у нас перед началом эпизода пришел тут комментарий по вопросу, как вы умудрились пройти 100 генерейшн за 18 эпизодов, если он такой короткий. Рекомендую посмотреть. Как раз таки недавно закончили. А впереди у нас будут по нему еще и стримчики. Удачи. Интересно, что они тут готовят. Вроде человечина, а вроде нет. И вот таки недавно. Так.